Новый год стучит в окно, а значит пора доставать с антресолей коробки с елочными игрушками, дождиками, шурой и гирляндами. Благо, что сегодня в магазинах огромный выбор украшений и атрибутики для главного праздника в году. Кстати, в последнее время появилась такая хорошая традиция украшать елки не однотонными шарами, а старыми советскими игрушками. Путешествие в прошлое ежегодно совершает художник по образованию и маркетолог по призванию Дмитрий Панов. В его новогоднем ларчике ретро-украшений не счесть. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем, а веселые зверюшки мой переведу в дом. На прилавках можно было купить игрушки в амальгаме, такие вот блестящие, с зеркальным эффектом, в краске вот они игрушки. Отдельно была целая серия картонажа сделана из фольгированного стеснения. Игрушки в Советском Союзе выпускали целыми сериями. Здесь были и герои отечественных мультфильмов, и представители разных народов, и даже космонавты. Но самый любимый экземпляр – Дед Мороз набитый ватой. Такой был в каждой советской семье. Очень модная была тема после того, как полетел Гагарин в космос. У нас были ракеты, космонавты, огромное количество игрушек было выпущено с этой тематикой. Спутники Земли были сделаны в амальгаме, очень интересные. А вот серию игрушек Чиполина Дмитрий собрал только наполовину. Поэтому намерен во что бы то ни стало отыскать на блошиных рынках и аукционах еще 12 персонажей этого мультфильма. Если это отрицательный персонаж, то вот он, сеньор Помидор, он у него аскал, зубы там торчат, хитрый мухомор какой-то, ехидный идет горох, адвокат. Но все же большинство праздничных игрушек были украшены идеологической атрибутикой. На макушку елки ставили рубиновую звезду. Звезды красовались и на шапках буденовцев. И несмотря на то, что большинство игрушек того времени были сделаны из стекла, время показало, они прочнее стали. Да потом они стали очень хрупкие, тонкие и кололись быстро. А так игрушки, вот, ну если им по 70 лет, вот они, они висят живые, здоровые, ничего с ними не случилось. В первозданном виде у Дмитрия сохранился и фольгированный фонарик из 80-х, и упаковка серпантина ценой в 5 копеек, и поздравительная открытка с изображением кремлевских курантов. Пополняясь коллекцию, помогают друзья, которые каждый Новый год дарят очередной экземпляр. В ответ Дмитрий вручает приятелям авторские шары, отрисованные собственноручно. Например, вот такие подарки. Небезызвестная Беладонна, персонаж из мультика, шкодный Дед Мороз. Второго такого в магазине не найдешь, да и на аукционе за бешеные деньги не купишь. А вот новогодние игрушки советского образца сегодня на вес золота. Для Дмитрия же каждый шарик или сосулька дороги, как память о прошлом. Наталья Старцева, Евгения Малышко, Антон Шмаков, ОТВ.